Всем привет! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня тема выпуска «Кого можно не кормить на своей свадьбе?» Готовы? Погнали! Этот выпуск про то, кого можно не кормить на свадьбе, но на свадьбе же у вас также будут ещё и гости, которых вы будете кормить, будете угощать. И чтобы вам точно рассчитать меню, можно сделать опрос среди своих гостей, кто и что будет кушать. Сделать это можно на сайте приглашения, который можно совершенно бесплатно создать на свадебном портале Event for Me. Вы заходите на портал, выбираете тот шаблон, который вам удобный, и можете уже здесь начинать делать приглашения. Например, можете сделать вот такой опросник и узнать, что же хотят кушать ваши гости. Например, вот по меню вопроса, да, будет ли на вашем мероприятии курица, ягнёна, говядина. И гость в дальнейшем, когда будет заходить на ваш сайт, может выбрать ответ, что он будет кушать, что ему подойдёт. А вы, в свою очередь, сможете быстро и просто рассчитать, какое количество курицы, рыбы или мяса вам нужно на вашем мероприятии. Заходите на сайт Event for Me, делайте свадебный сайт, приглашение. Я уверена, что для вас это будет достаточно легко и просто, и абсолютно бесплатно. Конечно, тема кормления подрядчиков – это больная тема для многих. Но в этом выпуске я расскажу, кого можно не кормить на свадьбе, именно при самостоятельной организации свадьбы. Эта тема возникает, так как молодожёны думают, что «О, это если кормить каждого, так это вообще второй банкет получается!» «Я вот не знаю, я не хочу никого кормить, потому что это слишком дорого, это очень много». Поэтому сегодня я вам расскажу, кого точно можно не кормить на свадьбе. Сюда входят абсолютно все подрядчики, работа которых не на ногах. Ну, что я имею в виду и кто это такие? Во-первых, это декораторы. Здесь, повторюсь, я говорю про самостоятельную организацию свадьбы, так как питание декораторов кто-то должен контролировать на площадке. Если на площадке есть организатор, то, конечно, организатор чаще всего болеет за то, чтобы всё-таки декоратора покормили, потому что они с утра или с ночи на ногах. Если же это самостоятельная организация мероприятия, то чаще всего невеста не пересекается с декоратором вообще никак. Декораторы об этом знают, и декораторы, когда приезжают на работу, они привозят с собой какие-то перекусы, и воду в том числе. Но если же декоратор работает с ночи, если же декоратор остаётся ещё на мероприятии, то, конечно, если вы позаботитесь о человеке, предоставите ему питание, то, скорее всего, для вас человек захочет сделать больше, лучше, красивее, может быть, чуточку больше букет для вас сделает или ещё что-то. Конечно, забота о человеке никогда не лишняя. Но в целом вы можете не кормить декораторов, потому что частенько декораторы, повторюсь, вообще никак не пересекаются с молодожёными. Кондитер. Человек, который сделал для вас тортик, он привёз этот тортик, он, может быть, даже собирает этот тортик на площадке, но, тем не менее, кормить кондитера не нужно, потому что он приехал буквально на часик и уехал. Официанты. Ну, в силу того, что всё-таки за питание официантов отвечаете не вы, отвечает непосредственно банкетная площадка, поэтому официантов можно не кормить и смело можно вычёркивать их из списка тех, кого нужно будет покормить на мероприятии. Тех, кто что-то привозит, доставляет, доставляет какую-то шкатулочку для колец, привозит какие-то подарки для гостей, например, их тоже, конечно же, можно не кормить на вашем мероприятии, ну, в силу того, что они приехали, отдали и уехали. Те, кто работает на площадке не более двух часов, также можно не кормить на мероприятии абсолютно, и также можно не закладывать на них питание. Пиротехника можно не кормить на мероприятии, даже если он приехал на пару часов, его можно не кормить. Человека с дым-машиной. Это человек, который привозит тяжёлый дым, запускает его на первый танец, да, или там в конце где-то. Частенько бывает такое, что у человека несколько залпов дым-машины, и молодожёны тоже говорят, ну, как же, он же будет там присутствовать несколько часов на мероприятии, но в большинстве случаев это происходит так, что он запустил, потом отъехал, отлучился и снова приехал к определённому моменту, по таймингу, да, например, в 16 часов при входе в зал, допустим, он запустил дым, дальше у него второй запуск дыма, там, допустим, через 2 часа, и следующий запуск дыма ещё там через 3 часа. Он в этот момент отъезжает в большинстве случаев и потом возвращается. Дальше. Топёр — это человек, который играет на рояле, на фортепиано, да, который сидит на велком и подзвучивает велком или подзвучивает церемонию, его тоже также может не кормить. Скрипач на выездной регистрации, который приезжает на час, на два, можно не предоставлять ему питание. Иллюзионист, который также приезжает только на выездную регистрацию, и он, ну, не на выездную регистрацию, а на велком, да, и он показал какие-то фокусы на велком и уехал. Водителя трансфера, да, тоже частенько у меня ребята спрашивают, ну как же, вот он с нами же ездит, там столько-то времени, наверное, нужно для него питание всё-таки продумать. Ну, могу сказать, что в большинстве случаев всё-таки водитель трансфера сам самостоятельно о себе думает, и так как он не присутствует на вашем мероприятии, он не является человеком, который ходит среди людей, которые кушают, поэтому водителя трансфера можно не кормить. Выбегающие артисты, кого я имею в виду, это цыгане, это танцоры, у которых один выход всего, да, это те, кто выбежал, что-то показал, какое-то шоу провёл и убежал, да, их тоже можно не кормить, стилиста, который, несмотря на то, что он присутствует на вашем мероприятии, ну, утром, да, когда он вас собирает, он чуть больше времени, чем там три часа с вами проводит, тем не менее стилиста можно не кормить, стилист понимает, что он недолго находится на площадке, поэтому частенько либо сам думает о своём питании, либо просто после того, как собирает невесту, уезжает и что-то кушает. Эти люди, они понимают, что они находятся на площадке, повторюсь, недолго. Они понимают, что они приехали, побыли здесь немножечко, да, дальше они поехали и покушали. Либо они берут себе перекус, либо они даже не поднимают эту тему никогда, но в силу того, что они понимают, что на площадке они действительно находятся там два часа. Ну, это не то время, чтобы просить перекус, просить что-то, поэтому здесь можно не кормить вот этих людей, да, можно не кормить на вашем мероприятии, но, тем не менее, если вы предоставите воду, конечно, вам команда будет очень благодарна. Я сюда, заметьте, не вписываю кавер-группу, потому что у кавер-группы в большинстве случаев есть райдер, есть требования, что их обязательно нужно покормить. У них есть не только требования, что их нужно покормить, в большинстве случаев у них есть еще и требования, чем конкретно их нужно покормить, потому что кавер-группы — это люди такие творческие, и у многих в группах есть вегетарианцы, есть люди, которые там не кушают определенные продукты, поэтому здесь тоже очень важно просматривать райдеры группы, обязательно учитывать, что группа будет кушать, потому что даже может быть ситуация такая, что группа может отказаться выступать, потому что невыполненных райдер, да, потому что не предоставили нужном количестве воду или нужном количестве питания, которое они изначально запрашивали на ваше мероприятие. Поэтому обязательно тоже вот этим моментом обеспокойтесь и почитайте райдер кавер-группы, запросите, что конкретно они хотели бы покушать на ваше мероприятие. Итак, мои дорогие, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно ставьте пальчики вверх, обязательно делайте сайт приглашения на портале EventFumi, я ссылочку обязательно оставлю вам в описании, и обязательно включайте колокольчик, подписывайтесь на мой канал, потому что это самая лучшая поддержка для моего канала. Всё, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok